Современные исследования показывают, что у новичков Warface, а также ветеранов, которые решили вернуться в проект, часто наблюдается разрыв жопы. Но несмотря на такую негативную тенденцию, наши специалисты уже нашли выход. По ссылке проходишь, всё нужное находишь. Уникальные внешности и могучие пушки. А при первом пополнении плюс 100% кредитов придёт. Врывайся, здоровый Warface тебя ждёт. Братишка, хочу у тебя поинтересоваться, как у юриста. Когда тебя на подрыве раком ставят, это считается пропагандой квадробинга? Приветствую вас, леди джентльмены, другие подруги. С вами Рокутагин, Чертила и Warface. Наш любимый Warface, ребята, да. Сегодня пришло время обсудить сразу две пушки. Конечно же, новиночку. Эмпар 5.5.6. Штурмовая винтовка для штурмовика. Штурмовая винтовка для штурмовика. Да, я мастер тавтология. В принципе, вы в курсе, да. И вторая пушечка, это старый, такой, знаете, качественный, сука, нагибной. Первый донат этого же класса. FN Scar H. Да, то есть Scar Heavy. Тяжёлый, сука, большой, нагибной. Буся, Буся моя сладенькая запрыгнула. Пришла хозяина мой пирожочек, мой любимый. Сука, это моё тупое существо. А видели когда-нибудь, ребята, этот автомат Кошатникова? Итак, две пушки, которые вне всяких сомнений стоит обсудить. Почему? Да потому что, сука, каждая из них, в общем-то, по-своему имба. Дабы не тянуть кота за хвост, точнее кошку, она ушла. Всё нормально с ней. Дабы не откладывать, я бы даже сказал, в долгий ящик, прямо сейчас показываю вам ТТХ этих замечательных аппаратов. И как вы видите, здесь, сука, реально египетские пирамиды и святые помидоры. Новиночка Эмпар 5.5.6 обладает множителем. 1.45 в тело, сука, и это при таком-то уроне и при таком-то темпе. Там, конечно, всё в сборочках, но тем не менее, вы понимаете, что это мега нагиб. Темп Скара выглядит куда скромнее, да и множитель в тело не такой высокий. Зато вот урон здесь просто поражает. Какую из этих пушек не возьмёшь, противники тут же, сука, становятся в позу, дядя нагнулся за кирпичиком. То есть, как ты сказал, Кэп, пропагандирует квадробинг. И в самом деле, им бой попахивает. По-моему, эти пушки получше Корда будут. Или я ошибаюсь? Да, капитан Очевидный, вне всяких сомнений, эти пушки лучше, нежели Корд, который ещё сильнее фиксанули, и вообще мне он лично никогда не нравился. Это рандомная отдача, туда-сюда, чё-то гуляет, сука, как с этого говна вообще стрелять? А вот это, вот это, мальчики и девочки, это реально нагиб. Скарчик так вообще не обладает практически никакой отдачи реальной. Там, сука, всё летит, прямо ух, залет. Но, кстати, мод на отдачу всё-таки поставить стоит. Почему? Потому что без него вначале идёт хорошо, потом как-то так немножко неприятно подпрыгивает. А если вот мод на отдачу установить, то Скарчик, сука, просто жарит в точечку. Эмпар чуть-чуть проще даже в отдаче, тут вообще не нужен никакой мод. Но при этом его как-то немножко левее, правее трясёт, поэтому на дальних дистанциях не всегда с него уютно стрелять в головку, например. Он как-то, знаете, мне кажется, в какой-то степени это такое гибридное оружие. Оно вроде как и в голову стрелять, но на самом деле часто предпочтительнее даже стрелять по телу. Что-то такое, знаете, гибрид QBZ и СТК, я бы сказал так. Ну а Скарчик, Скарчик, ребята, это корт, который просто хреначит в точку. Вот моё впечатление именно такое. Это обалденная пушка, которая, собственно говоря, обладает колоссальным уроном и при этом легко контролируется. Гад Нателла. Сука, какой звук, какой секс. На! Тот самый Скарчик, та самая трясочка, те самые воспоминания. Те самые нубы, сука, которым по головкам и в тело залетает. Очень качественно. В то же время надо сказать, что всё-таки это не СТК, которая в своё время, ну просто жопу от неё всех вывала. Нет, ни Эмпар, ни Скар такого эффекта вызывать не будут. Они, скажем так, близки к корду. Но немножко по... Корд фиксанули, всё нормально. Эти пушки как-то всё-таки, скажем, не так будут пуканы поджигать. Будут, но не в такой степени. Они на грани баланса, но мне кажется, в него всё-таки вписываются. Расписал ты очень красиво. Вот единственное, чего я так и не понял, какая же из этих пушек лучше? О, дорогой друг, это вопрос крайне сложный. Крайне сложный, крайне тяжёлый, непростой, сука. Сидел, голову ломал, играл с одной пушкой, играл с другой пушкой. Скажу так, чисто по ТТХ, если подумать, при полной реализации пушки, ну, всё-таки, наверное, Эмпар будет, должна быть вообще, как в случае, теоретически интереснее, чем Скар. Но, однако, на практике, на практике, несмотря на 660 темпа, этого вполне хватает, и Скар как-то, ну, намного интереснее для меня. Я не знаю, с чем это связано. Может, с этой тряской Эмпары, ещё с чем-то. Но, со Скаром играется мне намного проще, и при этом я показываю намного более высокую эффективность. То есть, я действительно прямо со Скаром я разношу. С Эмпаром тоже, но не так всё-таки. Есть какие-то нюансы, где-то какие-то неудобные моменты, что-то где-то как-то поднагнуть может. Со Скаром нет. Со Скаром такого нет, просто это сука настолько простое, настолько прямолинейное, не настолько одновременно мощное, эффективное оружие, что мой выбор между этими двумя пушками, на данный момент, во всяком случае, пока что в таком виде, это однозначно Скар Эйдж. Это прямо... Это не просто возрождение легенды. Ведь когда был Скар, далеко не все предпочитали его, потому что, как бы, тот же 103-кий каласик, может быть, как бы, был и получше. Да, именно так, как бы это странно не звучало. Но сегодня так вопрос не стоит, потому что теперь у Скара 30 патронов, теперь Скар очень простой в стрельбе, особенно если мод на отдачу поставить, и он крайне эффективен, и у него просто колоссальный урон. Поэтому Скарчик сегодня для очень многих игроков, вот после того, как обнову вот это выйдет, если ничего не поменяет, а я надеюсь, что не поменяет, я думаю, что Скар будет выбором очень многих. Далеко не все даже будут сидеть на Эмпаре, многие выберут именно Скар, и я их прекрасно понимаю. Это мало того, что ностальгия, это реально очень удобная, очень эффективная и очень приятная пушка. Это сплошное удовольствие. Слишком жирно звучит. Думаю, Скарчик фиксанут. Надеюсь, что нет, дорогой друг. Да, я думаю, многие уже подумали о том, что Скарчик ведь могут фиксануть, и, наверное, даже некоторые разработчики уже подумали, надо бы, надо бы, не надо, ребят. Я же говорил в прошлом видео, и еще буду говорить в будущем. Когда вы, скажем так, возрождаете легенды, ни в коем случае их сильно фиксить не надо. Ну, то есть, они должны быть на уровне меты, на уровне лучшего оружия. То есть, если вы пускаете Эмпар, то Скар должен быть плюс-минус тем же Эмпаром. Он не должен ему сильно уступать. Если вы возрождаете Юсас, значит, Юсас не должен уступать никаким другим метовым пушкам. Он должен быть на их уровне. Может быть, даже чуть лучше. Почему? Я думаю, понятно. Это шанс возвращать игроков в игру. Это шанс очень сильно хайпануть. Даже если здесь, на данном этапе, на данном шаге, ты потеряешь, там, ну, какие-то небольшие доходы, ну, относительно, да, с введением какой-то пушки, или, там, что-то недопродастся, из-за того, что игроки будут использовать старое, это не так страшно. Потому что приток игроков, который придет, а придут тысячи игроков, скорее всего, сразу, он это все окупит. И я думаю, разработчики это прекрасно понимают. И поэтому, я надеюсь, они все-таки такую легенду, первую штурмовую винтовку, донатную в игре, FN, SCAR, H, трогать не будут. Это, это, понимаете, это как сердце разбить. Это же столько, сука, воспоминаний. Это вот эти первые нубы, сука, первые вот это вот все оно. Эти ангарчики, сука. Эти скотобазы. Это, ну, нет, скорее, знаете, скорее ангарчики, наверное, лес и депо. Это, сука, классика невероятная. Это от нагиб, как он так дошел. Ну, у меня, во всяком случае, было так, да. Те древние... Хотя, нет, я, по-моему, когда, кстати, в Warface пришел, первый мой заход в эту игру был. По-моему, сука, из карчика-то еще не было. Ха-ха-ха, да. Но, не важно, не важно. В общем, душевно. Это душевные времена были. Оно того стоит, сука, по самой Нидергланды засаживать со скарчиком. Это, эм... Это база. Это правильно. И я думаю, что разработчики все-таки не все, может быть, но многие. Алды какие... Хотя, какие алды? Но, тем не менее. В общем, вы учтите. Это должно быть. Скарчик должен, сука, тащить. Скарчик должен нагибать. Скарчик должен показывать себя великолепно. И, да, я знаю, какой вопрос вы мне хотите задать. Что теперь будет с Кьюби-Зет? Что будет с Кордом? Да, собственно, друзья, ничего не будет. Просто отсосут, вот и все. Да, печально, я знаю. Но, такой Warface, ребят, он эволюционирует постоянно, понимаете? Ну, как у нас в жизни все. Динозавры же вымерли, вымерли. Вот и Кьюби-Зет и Корд тоже скоро вымрут. Что их заменит? Эмпар или Скар-Эйдж? Ну, вопрос дискуссионный. Я думаю, мнения разойдутся. Мне кажется, что будет что-то вроде 50-50. Опять же, посмотрим, какие изменения будут. И не забываем, что все-таки есть лайв-сервер, а не ПТС. И там, играя длительное время на подрывах, на РМах, уже можно будет сделать какие-то выводы. Пока что, на данный момент, я могу сказать, что по каким-то причинам мне с Аскаром играть проще. И он мне больше нравится, нежели Эмпар. Но Эмпар тоже классная, весьма сексуальная пушечка. Единственный ее недостаток, вот прям существенный у этой пушки, у Эмпара нового, это то, что, когда твой боез бежит, ты входишь в режим рывка, у тебя эта пушка вот так поднимается, и она, сука, часть экрана справа просто закрывает. Ты, если там выйдет противник, ты его не увидишь. Это как-то, ну, своеобразно. С другой стороны, вроде и красиво, вроде и прикольно. В общем, пушка все равно обалденная пушка годная. Рекомендую. И ту, и другую. Блин, как стихами пошло. Пипец сегодня, сука, видос идет хорошо. В общем, ребятки, заносите монету, выбивайте по желанию пушку эту, либо скарчик свой, берите олдовый, и кричите, ну, баба, иди сюда, родной, я уже готовый. Желаем вам самого главного, счастья, здоровья и любви. Ставьте лайки, по желанию, как хотите, яйки чешите, это обязательно, без этого просто никуда. Вступайте в нашу армию, нагибайте всех, и мы увидимся с вами. Субтитры создавал DimaTorzok